Вас приветствует сервер Урбанс. Введите имя пользователя. Введите пароль. Доступ разрешен. Женя Укин. Дмитрий Юрьевич, у меня накопилось пара вопросов. В количестве, я посмотрю, около 5 или 6 минут, тоже хорошо. Если много вопросов, я уже говорил вначале, это очень хорошо. Значит, у думающий человек. Какое количество времени в день можно набивать руки? Когда будет результат? И будет ли зависеть результат, если я часто буду набивать руки? Укрепление конечностей. Это целая тренировочная схема. Если вы упустите момент укрепления, вы сделаете свои суставы больными иногда на всю жизнь. Поэтому, прежде чем заниматься укреплением рук, нужно заняться и специальной подготовкой. Это тоже специальная схема. Я очень много видел людей, девочек, мальчиков, которые, к сожалению, полностью сделали свои руки больными. Это ошибка большая. Поэтому, помните, самое главное, это связки суставов. Если вы правильно к ним подойдете, грамотно их укрепите, значит, соответственно, только после этого можно заниматься набивом. Если ваша суставная сумка не готова к подобным ударным техникам, если ваша кисть или суставы пальцев не держат специальный жесткий тренинг, вам нельзя начинать этим заниматься. Сюда входит не только прыгание на пальцах, но и арпенистская подготовка, и специальные скручивания. То есть, это целая схема. И у меня же много учеников, которые стали чемпионами мира по Томишеваре, чемпионами Европы по Томишеваре. Сейчас Игорь Реднов выиграл... О, Игорь Реднов... Стас Межевцов выиграл чемпионат России по Томишеваре. А позапрошлым году Игорь Реднов выиграл чемпионат России по Томишеваре. Это результат, показатель. Но к этому нужно подходить очень серьезно. Помните, в Томишеваре также важна и пластика. Если этого нет, вы испортите себе руки. А количество времени, оно очень относительно. На самом деле, если брать бойца с хорошей ударной техникой, с хорошими готовленными конечностями, в день, ну максимум 20 минут. То есть где-то минут 15 спецуха идет, а потом уже сам налить. Больше не надо, не требуется. Потому что в этом случае рука достаточно хорошо работает, ломает кирпичи, бьет доски. И при этом человек еще не может играть и на гитаре, и даже на пианино. В этом же смысл. Можно ли выиграть голень или локти на дереве? Можно. Но опять же, вы должны учитывать те мои пожелания, о которых я сказал выше. Просто так этого делать нельзя. Да потом еще вы можете быть, допустим, голень может быть острая. Есть люди с разными голенями. Вот здесь полукруглый, здесь острый, здесь смещена чуть-чуть. Если у вас нервный цикл такой есть, он находится, допустим, на самом острее, его нужно играть в сторону, чтобы набивать голень. То есть это целая схема. Его нужно просто понимать. У стиля каратеки бусинкайф базовая техника может быть разной или везде одинаковой. На самом деле базовая техника, она в принципе одинаковая. Ну, как базовая основа. Но как только спортсмен начинает заниматься именно ударной техникой, кумите, ударной техникой на развивание предметов, она становится лично его. И здесь уже должен специалист хорошего уровня дать ему возможность живить то, что принадлежит именно ему или в данном случае вам. Будет ли смысл боксировать брушу с винтами, если я буду наливать руки на дереве? Любые начальные действия, я не знаю, ваш уровень бы не сказали мне, любые начальные действия, которые вы должны делать, естественно, должны работать с тем принципом, что вы будете свой сустав беречь, закрывать его. Поэтому винты необходимы в набивке, но также вы должны понять, что набивка имеет разное значение винтов. То есть кто-то жестко укрепляет сустав, а кто-то сустав укрепляет, наоборот, более слабо. От этого будет тоже много зависеть. Также кисть играет огромную роль. Между пальцем как укрепление идет. Это тоже важная деталь, ее нужно знать и понимать. Смысл бинтов какой? Вот я сказал. Я видел видео, где руки можно набивать даже на стене или на дереве. Это может заменить макевару. Так вам скажу, что на стене или на дереве, ну, как бы на стене вообще бить в камень, это, пожалуй, может только тот, кто уже ломает 6-7 досок. Но до этого это очень вредно, потому что вы убираете синональную жидкость и сделаете бурсит на своем суставе. Поэтому, пожалуйста, не занимайтесь этого. Я вас очень прошу. Я уверен, что это будет неправильно вот для вас. Я хочу, чтобы вы все подумали об этом. Наступит момент, когда вы дойдете до изнеможения и вам захочется сдаться. Вопрос вот в чем. Сдадитесь ли? Сдадитесь ли?